57 миллиардов рублей – таковы запланированные расходы бюджета Ростова в следующем году. Большая их часть будет направлена, конечно же, на социальную сферу, в том числе на завершение строительства двух школ во втором микрорайоне Тимирник и Суворовском, детского сада на Левобережной, разработку проекта реконструкции детского сада и школы в Каратаево, завершение капремонта детсада на Королёво. В рамках софинансирования средств местного бюджета предусмотрено на начало строительства новой школы на 1100 мест по улице Левобережная, подготовку проектной документации на строительство двух детских садов на территории микрорайона Суворовский, завершение строительства двух канализационных коллекторов номер 62 и по улице Локомотивная, строительство водопроводной сети по улице Соловинная и Герань. Также на коллегии администрации Ростова обсудили подготовку городского хозяйства к зиме. Все плановые работы выполнены теплом, на сегодняшний день обеспечены все социальные объекты жилые дома. Но после старта отопительного сезона из некоторых кранов потекла ржавая вода. Причину объяснил замглавы администрации по ЖКХ. «Очень много в этом году переложило тепломагистралей, в том числе большого диаметра. И в каждой системе есть донные отложения. В связи с чем была проведена промывка, люди также включали горячую воду, краны, и, к сожалению, данная вода попадала к ним. Но на сегодняшний день уже эта ситуация стабилизировалась». Тем не менее, Алексей Лагвиненко поручил оперативно реагировать на каждое обращение ростовчан по этому вопросу. «Если это проблема управляющей компанией, что-то с сетями внутридомовыми, это одно. Но если мы понимаем, что эти дома находятся на одной тепломагистрали от какой-то компании, то это точно проблема, наверное, уже такая, говорит, общая. Нужно быстро влиять на уже тепловую компанию по промывке и по всему. Поэтому, еще раз говорю, мы тепло дали, сейчас есть такая система наладок, поэтому нужно максимально в коротком сроке ее полностью завершить». Подвели на коллегии и предварительные итоги работы с обманутыми дольщиками. Два дома на улице Восточной 7 достраиваются. Завершить работы планируется во втором квартале 2024-го. А до конца этого года должны ввести в эксплуатацию дом на 28-й линии. Участникам долевого строительства двух домов по Магнитогорской 3Б и 3В выплатят возмещение из Фонда развития территорий. По масштабным инвест-проектам расселены жильцы домов по адресам Богатяновский, 11А, Штахановского, 131, Нагибина, 38. «Люди, которые действительно были пострадавшие дольщики, все жилье получили. Осталась такая категория людей, которые не являлись таковыми. Это инвесторы, которые покупали по несколько квартир, сели на живых в будущем. Судя-то понятно, где-то что-то еще, мы с ними там последние тонкости, штрихи уже дорабатываем. Но в целом, люди, которым действительно не было жить, которые пострадали, все хорошее качество жилье получили». «Очевидно, что администрация свои взаимодействия исполняет, и те вопросы, которые возникают, мы снимаем в ходе рабочих сферей. Сегодня я убежден, что задачи, которые стояли в 2023 году, мы выполнены будут полностью, и на сегодняшний день я это могу констатировать». Анна Туполева, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский.